Добрый день! Сегодня весенняя программа. Она выходит в преддверии праздника 8 марта. И сегодня мы будем поздравлять наших женщин. Мы нашли удивительную женщину, о которой стоит рассказать, которая занимается тем, чем, наверное, хотели бы заниматься многие женщины. Она занимается созданием красоты. Женщины, которая очень хорошо известна в нашей общине, вокруг которой всегда собираются интересные люди, художники, музыканты, люди искусства. Меня зовут Ирина Лисота. Но так как у нас очень много Ирин, и я устала объяснять, какая конкретно, я просто убрала букву И, и стала Ирина. Ирина. А так как я люблю очень зеленый цвет, это цвет радости, это цвет молодости, это цвет рождения и возрождения, это весна, это все связано с зеленым цветом, поэтому я стала Грин, Ирина Грин. Но я еще очень любила актрису Рину Зеленую. Эта актриса, она вторых ролей, не главных, но очень яркая, очень незабываемая. И все ее знают и помнят. И мне было очень приятно взять это имя и немножечко продлить эту жизнь, чтобы знали, Рина Грин, Рина Зеленая. Это такая интересная легенда. Ну, наверное, все, что связано с вашей жизнью, легенда. Самая главная легенда — маленький городок на берегу моря. Да, это Одесса, где я родилась, росла, зрела, загорала, наслаждалась жизнью и видела этот прекрасный мир. Солнце и вода дает такие ощущения, мечты, и в этом я выросла. Меня воспитывали правильной девочкой. Я занималась в математической школе. Такая была у нас в Одессе, 116-я школа. Кто учился, всем привет, 116-я школа. Я ее закончила. Это очень интересная школа. Помимо того, что она давала знания математики, физики и химии, она еще давала круг общения. Все КВНы начинались в 116-й школе. Если вы знаете, вот есть одесские джентльмены, то есть начало произошло в этой школе. Это очень интересно. Эта школа была для умных еврейских мальчиков. И одаренных девочек. И мне они очень нравились, да, и мне нравилось это общение, мне нравилось это окружение, потому что оно было необычное, оно было интересное, очень креативное. Я выросла в этом окружении. Я экономист по образованию. Я закончила нархоз, одесский нархоз. И я должна была всю жизнь работать экономистом, экономить, экономить. Но я транжира. Я люблю отдавать. Не только брать, но отдавать. И поэтому я жила по-другому. Да, по-другому. Нет, абсолютно не состоялось. Ни одна фирма меня не взяла. И я поэтому такой свободный художник. И я живу в своем мире красивом, наверное, мною придуманном, но очень уютном и замечательном. И я хочу всех вас пригласить в этот мир. Тогда давайте дальше шагнем. История с Таиландом. Загадочная страна, далекая страна, где вы прожили 10 лет. Все гораздо проще. Когда в Советском Союзе начались все разрушения, и люди теряли работу, люди теряли смысл и цель жизни, и все, каждый шел своим путем и не всегда правильным. Меня судьба, в общем-то, не так меня, как моего мужа, забросила в Таиланд. И он имел там свой бизнес. Он кандидат наук, физик. И человек достаточно образованный. И он нашел себя там. Он создал и развил большой-большой бизнес. Это были перевозки по всему миру. Карговая компания. Он был хозяином этой компании. И мы прожили там 10 лет. 10 счастливых, красивых, солнечных лет. Я успела там родить двоих детей, мальчика и девочку. Девочке 14 на сегодняшний день, мальчику 17. Я совершенно счастливая, успешная мама. И эта страна, я ее люблю, потому что она мне дала радость. Это очень солнечная страна, это очень теплое. Там не бывает зимы. Как вам здесь тяжело? Ну, я нашла, я нашла себя, слава Богу, что я нашла себя. Я нашла окружение этих замечательных солнечных людей, которые заменили мне это солнце и дали свое тепло, дали свою любовь. И я живу снова в солнечном радостном мире, но уже в Канаде. Как вас здесь угораздило создать шоу, создать такую вот коллекцию, создавать? А теперь какие-то огромные галлы, на которых должны собираться тысячи человек. Тысячу, да. И они придут. Тысячу человек, пожалуйста, придите, посчитайтесь. Первый, второй, третий и так далее. И вот когда тысяча, приходите все к нам. Вы получите удовольствие, радость и ощущение праздника. Я приглашаю вас на весеннее шоу от Ассоциации Арков. Это праздник, это событие, где вы сможете пообщаться, увидеть друг друга, познакомиться, расширить круг своих знакомств. Это праздник. Будет концерт, будет выставка известных художников, проживающих в Торонто. И маленькое фэшн-шоу «Все дело в шляпе». Приходите, там увидимся. Какая ваша мечта? Во-первых, я скажу о нашем дивизии, который пришел ко мне, я его придумала, и мне помогли его перевести на английский язык. Beauty inspires positivity. То есть красота рождает позитив. И только позитив помогает нам выжить в этом суровом, жестком мире. Если мы думаем позитивно, радостно, то все будет складываться, будет хорошо. Это слоган. Я организовала ассоциацию of Russian Craft Art Fashion. Это объединение всех творческих людей, артистов, музыкантов, художников, дизайнеров, актеров. Всех людей, которым хочется немножечко украсить нашу реальность. И эта ассоциация создана для помощи, для тех, кто только начинает. Они могут начинать в 18, и в 80, и в 50. То есть когда пришло это вдохновение и это желание передать людям то, что он накопил за долгие годы или за короткие годы. Вот для этих людей мы помогаем каким образом? Мы делаем для них выставки. Потому что я знаю, я сама прошла этот долгий путь, насколько сложно и дорогостояще заявить о себе. Участие в разных ивентах, выставках, конкурсах – это все стоит денег. И мы хотим оградить вот этих вот начинающих, да, и рассказать, что этим надо пользоваться. А это выброшенные деньги. А вот сюда вы пойдите, а вот это вы узнаете. Мы даем им информацию. И наша ассоциация ее дает безвозмездно, то есть даром, с радостью, что она кому-то поможет. Некоторым людям я смогла помочь. Есть конкретное имя, которое знают все. Это Ира Черная. Впервые выступила она в 2006 году на моем шоу «Флаурс фэшн шоу». И я с гордостью об этом говорю, потому что она пошла вперед, она очень многого достигла, очень многого добилась сама, лично сама. Но впервые увидели на этом шоу. Итак, мы поговорили с Риной Грин, которая не просто делает праздник для людей, но и сама как женщина праздник. Спасибо вам большое за это короткое интервью. Надеемся встретиться на вашем шоу. А самое главное, то дело, которым вы занимаетесь, подталкиваете, как бы даете первый шажок даже сделать начинающим художником, музыкантом, исполнителем. Я думаю, это очень неоценимая вещь. Я чувствую, что это надо, и я буду это делать, сколько хватит моих сил и финансов. С праздником наступающим, 8 марта. Программа выходит в преддверии 8 марта. Давайте-ка пожелаем что-нибудь нашим женщинам. Дорогие женщины, от чистого сердца, с большой любовью, поздравляю вас с этим праздником. Это ваш праздник. Хотя бы один день. Побудьте женщинами. Насладитесь этим. Редактор субтитров А.Семкин С вами был Владимир Бронников.